Более 54 тысяч детей и подростков, в том числе 790 из подшефного Лутугина, вернулись с летних смен из ульяновских лагерей с приятными впечатлениями и яркими эмоциями. Цель на будущий год увеличить число довольных отдыхающих, а значит нужно придумывать новые программы, строить дополнительные корпуса и заботиться о безопасности. У нас впервые, наверное, за порядка трех десятков лет в регионе появятся новые дополнительные места в загородном лагере. В частности, это пока первая ласточка в предстоящем году, это будет лагерь «Юность». Там до 1 июня 2024 года будет создан новый корпус возводимых конструкций. Сейчас уже идут конкурсные процедуры для того, чтобы максимально сжатые сроки закончить все работы и уже детишки в новом сезоне воспользовались этим. В 2023 году почти 550 организаций отдыха и оздоровления функционировали на территории региона. Большая часть – это школьные лагеря с дневным пребыванием, следующие в списке по количеству лагеря труда и отдыха. Затем – загородные лагеря и самые малочисленные – палаточные. Кстати, последние – это новый, но успешный опыт для региона. На отдых, оздоровление детей с различными нозологиями уделяется очень серьезное внимание. И в перспективе наша задача, мы ее себе уже поставили, создать такие условия в каждом лагере. Особое внимание в лагерной смене уделяет программе. Чтобы детям было интересно приезжать повторно, ее регулярно меняют. Во всех детских лагерях реализуются обновленные программы воспитания «Лето героя». Также проходят различные профильные дни. На следующий год, точнее, мы планируем программу, посвященную семье. То есть, так как год семьи у нас объявлен, 2024 год. То есть, в каждой смене у нас обязательно будут дни, посвященные данной тематике. Плюс также у нас программа будет большая. На следующий год представлены «Герои спорта». То есть, это программа, посвященная великим спортивным победам, которые были в Советском Союзе и в России уже. То есть, на данную тематику, так как у нас много спортсменов приезжает, и данная тема тоже является актуальной для нас. Вот мы программу сейчас уже начали разрабатывать. Про космонавтов тоже хотим. То есть, никогда не делали. На следующий год хотим попробовать, потому что очень большой интерес тоже и среди населения, и среди детей. Также в области продолжит функционировать проект «Лето во дворах». Цель программы – сделать детский досуг интересным и познавательным. А самое главное – ребенок получает полезный опыт во дворе собственного дома. В прошлом году действовало 167 таких лагерей. Более 35 тысяч детей стали участниками проекта.